приветствую каждого зрителя на своем канале меня зовут юлиана второе августа самый волшебный день чудеса будут у каждого сегодняшнем видео если узнаете ильин день является одним из наиболее значимых праздников пророк или я настолько праведны что достоился чести попасть на небо живым почитаемым не только христианами его имя с уважением произносят последователи ислама и иудаизма поэтому каждое второе августа или 20 июля по старому стилю народе считается днем когда любой честный человек может попросить святого о справедливости защите а также воспользоваться мощной энергетикой этого времени чтобы изменить свою жизнь к лучшему в прошлом праздновании илья дня сопровождалась множество традиций включаем совместные застолья люди готовили множество мясных блюд пекли хлеб выставляли на стол пироги и другую сытную пищу приготовленные яствами угощали неимущих соседей делились ими с бездомными считалось что ли я пророк непременно оценит добрые поступки и не оставит своей милости тех кто их совершил интересным обычаем было изготовление ильинской перины для ее получения собирали сухие стебли злаков и вечером набивали ими матрасы выспаться на такой постели в ночь после праздника означало привлечь здоровье и богополучие кроме того собранная солома использовалась для покрытия крыши у избы а запаренном виде применялась для лечения ломаты как провести этот день поскольку ильин день церковный праздник для верующего христианина является обязательным посещением церкви после возвращения со службы следует устроить шумные застолья пригласив на него друзей и знакомых кроме того рекомендуется следует советам позволяющим привлечь процветание начните утро с умывания чистой водой это убережет вас от дурного глаза и различных недугов по утру соберите целебные травы сегодня они обладают наибольшей силой помолитесь святом илье попросить о богополучии семейном счастье и рождении детей запреты и этого дня чтобы не навлечь на себя гнев святого ильи в день его памяти запрещает выпроваживать кого-либо из дома любого гостя даже неприятного вам следует принять с почти и ним не нарушая законов гостеприимства также сегодня запрещено отказывать в милости неимущим нельзя выпускать из дома животных выгонять скотину на пастбище запускать в избу уличную животину считается что в этот день илья пророка разит молниями нечистую силу который нередко принимает облик домашних питомцев пытаясь обмануть святого поэтому нарушая запрет можно впустить жилище нечисть в этот день нет строгого запрета на работу однако лучше отложите все несложные дела посвятив день заботе о душе противном случае спыльчивый святой может разгневаться наказав за неуважение не только виновников на его близких кроме того наши предки верили что любой труд сегодня бесполезен и все сделано вскоре придется переделывать чтобы не попасть на глаза нечистой силе в день ильи пророка старались держаться подальше от водоемов и не ловили рыбу с этого времени существует запрет на купание который имеет вполне естественные причины но дело в том что после 2 августа вода в реках и озерах начинает свистеть из-за разложения водорослей приобретает неприятный цвет и запах народные наблюдения с этим важным днем для каждого человека днем связано множество примет среди них наиболее часто встречаются наблюдения касающиеся погоды но люди замечали и другие важные моменты народная мудрость гласит что дождливая погода в первую плане дня обещает осадки на протяжении шести недель случайно попасть под дождь получить крепкое здоровье на целый год после полудня разразилась гроза урожай будет хорошим жизнь сытой а люди ставшие свидетелями непогоды не будут нуждаться в деньгах сильный ветер предвещает погодное улучшение магия и этого дня существует версии что лин день имеет языческие корни а пророк илья имеет много общего с перуном которому поклонялись наши предки до прихода христианства именно от этого бога святой унаследовал свой крутой нрав и готовность отстаивать справедливость поэтому сегодня особенно эффективны защитные ритуалы оберегающие от зла и недугов а также избавляющие от них однако день подходит и для других магических практик для крепкого здоровья вам нужно выйти на улицу утром либо подойти к окну далее посмотрите на небо и скажите такие слова илья пророк небесную воду посылает вместе с ангелами стрелами молниями своими недуги изгоняет меня он от хори оградит здоровьем крепким наделит говорим три раза после этих слов нужно обязательно идти умываться для успешной торговли этот ритуал проводится только в дождливую погоду поскольку вам нужно будет обязательно набрать дождевой воды или если будет ясно то нужно взять воду и чтобы она настоялась хотя бы час также вам понадобится немного соли соль сыпем воду и говорим такие слова вода сквозь соль проходит а мои товары с прилавков в лед уходят их народ покупает добрыми словами меня вспоминает говорим три раза далее эту воду нужно обязательно вылить там где находится ваш магазин привлекаем богатство святой илья может послать изобилие но только в том случае если вы проявляете усердие в делах и не рассчитывайте на легкие деньги чтобы к нему обратиться возьмите немного зерень пищевого мака в правую ладонь сосредоточьтесь на своей просьбе и скажите пророк илья щедрость известна твоя тебе кланяюсь и маг предлагаю а чистого сердца сей подарок направляю ты его прими а мне монетки звонки пошли говорим три раза после прочтения практики переложите маг в тканевый мешочек и храните 12 дней после через 12 дней можно пустить на земле чтобы разжечь любовь важно в линдии нельзя делать приворот на женатого мужчину а также пытаться очаровать избранника уже отдавшего предпочтение другой женщине если вы нарушите это правило святой не только не поможет но и сурово накажет кроме того нельзя прибегать к магии в корыстных целях чтобы завоевать сердце избранника до рассвета наберите росы или дождевой воды если такой возможности нету берите отстойную воду чтобы постояла хотя бы час далее возьмите стакан в руки и скажите такие слова илья воду послал жениха моего ко мне направил за водой природной здесь проговаривайте имя любимого придет от меня никуда не выйдет говорим три раза такой стакан на сутки поставьте у своей кровати далее можно этой водой протереть полы в доме все избавляемся от порчи если вы заметили у себя сглаз порчу снять ее можно именно в этот день нужно также в течение всего дня умыться водой после умывания скажите пророк илья ты тетиву свою на тени стрелы в нечисть пошли меня от завистников и злопыхателей огради ты меткой быстро стреляешь добрых людей оберегаешь защите меня от зла и злых людей от их разных вещей говорим один раз после умывания защита дома от нечистой силы в течение всего дня вам нужно просто зажечь свечку с этой свечой обойти свой дом начиная от входной двери когда будете проходить по комнатам скажите такие слова святой илья пусть здесь станет защита твоя тебя помощи прошу и умоляю на силу твою уповаю ты это дом от нечисти убереги от проклятия гради от сглаза и дурных слов спрячь пусть никто ко мне со злым умыслом не придет в дом и зло никогда не войдет истина говорим столько раз пока вы будете идти по дому далее свечку нужно поставить уходной двери и пусть она полностью прогорит до конца амулет на удачу вам понадобится личная вещь которую вы всегда носите при себе к примеру кольцо наручные часы и брелок неважно далее зажгите свечу после чего положите выбранный предмет на правую ладонь сожмите и трижды скажите ты и я одно удачи моя жизнь наполнена говорим три раза затем подержите вещицу над пламенем свечей и с этих пор старайтесь всегда держать ее при семье гадаем на год в этот день чтобы узнать как пройдет текущий год утром наберите самых разных ягод помимо спелых сорвите также несколько недозрелых вымойте их перемешайте в тарелке затем вместе со всеми участниками гадания возьмите по одной ягоде предварительно закрыв глаза и съешьте сладкий приятный вкус означает что год для вас будет хорошим и наполнен приятными событиями кисло-сладкая ягода обещают разные события а если кислые или горечь сообщают о трудностях которым лучше подготовиться заранее 2 августа идет самый волшебный и сказочный день когда исполняются самые заветные мечты обязательно в этот день загадайте свою мечту и она обязательно исполнится а